28 апреля, пятница, благоприятный день для судебных процессов, хирургических операций и косметических процедур. И у нас все еще коридор затмений. Очень важный период трансформации, когда нужно научиться отличать правду от лжи и возникающие возможности оценивать адекватно. Важно не впадать в иллюзии и самобичевание. Возможно за этот период вы сделаете огромный прорыв и станете увереннее в себе, сильнее духом и действительно чего-то достигнете. Мнения со стороны могут мешать, поэтому это время проверки на то, насколько вы соединены с собой и чувствуете интуицию и сигналы вашего тела. Отбрасывайте страхи и сомнения и смотрите в будущее с ясной головой. Для того, чтобы действительно смотреть будущее ясно, рекомендуется слушать катху, посвященную Раху и Кету. Также ее хорошо слушать по вторникам, субботам и в целом в период коридора затмений. На ближайшие 6 дней солнышко переходит в 24 ворота. Это рационализация. Активна кора головного мозга и гипофиз. В дарах это осознанность понимания собственных застреваний и способность изменить образ мыслей и образ жизни. Способности найти оригинальное решение проблемы. В тенях зацикливание на одних и тех же мыслях, попадание в повторяющиеся ситуации, дежавю, нервный тик, жертва привычек, прослушивание одной и той же песни, застывший человек, не впускающий жизнь и живущий, только по строгому расписанию. Вы можете посмотреть в своем бодиграфе, если у вас 24 ворота, но тем не менее есть упражнения для того, чтобы выгулить негативное состояние, если вы застряли. Выписать список своих привычек и совершать их все осознанно. Примерно то же самое, когда мы делаем дневник учета расходов-доходов или дневник питания. Выписать мысли и все это отслеживать. Проживите день сурка осознанно. Устройте себе такой день и повторяйте, что вы делаете каждый день, максимально копируя свой предыдущий день, для того, чтобы осознать это и потом удалить какие-то лишние вещи. Чувство собственной важности – это когда мы имеем какие-то представления о себе. Когда мы начинаем играть свои привычки, свои распорядки, менять поведение, добавлять упражнения «контролируемая глупость», подшучивать на собственном умом, у которого все четко, по расписанию. И за счет этих практик освобождается энергия мира, образы, картинки, эмоции и раскрывается сверхпотенциал. Стирание личной истории помогает реально пересмотреть какие-то концепции, идеи, представления о себе, потому что вы просто переписываете свою историю и становитесь гибким. Алкоголики заменяют свою судьбу на шаблонные стереотипы, паттерны, а мы, начиная вести себя по-другому, отслеживая свои реакции, у нас начинает флажок плавать, то есть навигатор не знает, куда вы придете, потому что инерция останавливается. Больше ваша судьба строго так не спрогнозирована, поэтому появляется огромное поле для маневра и магии, то есть это чрезвычайно полезное упражнение. Близится четверть цивилизации при этом, но об этом мы поговорим через 5 дней. Дизайн человека дает такой посыл – проверка принципов. Важные понятия необходимо пересматривать. Разум освобождает вас от необходимости проверять логические выкладки на собственном опыте. Будьте бдительны, общаясь с другими, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если организм дает сигнал тревоги, не игнорируйте его. Быть осторожным, чтобы отличить действительную нужду от прихоти. Избегайте эмоциональных зависимостей. Необходимо уединиться, чтобы ощутить прилив сил, как при быстром выздоровлении. Наблюдая со стороны свои страхи и беспокойства, вы осознаете преимущество уединения. У вас хватает сознательности и разума использовать свое богатство, чтобы продвигаться по жизни и помогать другим. Отключайте ум, доверьтесь внутреннему голосу при выборе направления. Это пятница, день Венеры, который призывает к роскоши, красоте, утонченности и нежности. Уделите себе время, вспомните про свое тело и уделите ему хотя бы 30 минут. Ухаживайте за внешностью, сделайте какой-то подарок для души, для вашего сердца. Занимайтесь любимыми делами. Помните о том, что у каждого есть какой-то талант. И очень важно не забывать и развивать его. Независимо от того, мужчина вы или женщина, делайте комплименты женщинам. Делитесь энергетикой удовольствия. Подчеркивайте то, что вам нравится. Какая-то прическа, какое-то платье у какой-то проходящей девчонки. Просто скажите, блин, так красиво, мне нравится, ты молодец. Знаете, как это поднимет настроение и ей, и вам. Или кассирша, которая работает в магазине. Скажите, что у нее красивая прическа, если она действительно красивая. И это прям зажжет ее глаза, и она будет работать с радостью. Очень хорошо прокачивается венера у мужчин, если они дарят подарок своей женщине. Особенно устраивают романтический ужин или чем-то еще балуют свою избранницу. Следите за питанием, потому что все, что мы едим, сказывается на нашем организме, теле и нашей красоте. Не переедайте и добавьте в свой рацион масла. Потому что пересушенная кожа – это чаще всего следствие недостаточности питания изнутри. Побалуйте себя подарком, купите то, что давно хотели. Испытайте удовольствие от покупки. Сходите на массаж, сделайте маску, красиво оденьтесь. Для девочек, конечно же, платье. Тем более погода уже позволяет наконец-то скинуть все пуховики, сапоги и, наконец-то, выглядеть действительно так, как хочется. Хороший день для занятия творчеством. Можно петь, вышивать, рисовать, танцевать. Концентрируйтесь на мелочах, находя в них романтику. Кушайте кислые и сладкие сезонные фрукты, ягоды и бобы. В этот день можно осуществлять лечение, косметические процедуры, стричься, готовить еду, шить одежду и надевать украшения. Сделки, договора, совещания, торговлю, переезды и переселения. Можно наметить на пятницу. Использование трав, оказывающих тонизирующее действие, помогает гармонизировать Венеру, например, шатавари, а также алоэ и листья малины. Сок алоэ вообще очень полезен для желудка, а листья малины и ягоды малины повышают наш иммунитет. И на самом деле делают девочку более красивой. Посещайте культурные мероприятия, ходите на свидания, принимайте гостей у себя дома. Проявляйте знаки внимания и заботы к любимым. Расслабьтесь и свободно выражайте свои чувства. Обнимайте тех, кто вам дорог. Зажигайте свечи, впустите волшебство в свою жизнь. Можете купить розу, сделать лепестки. И дорожка из них идет там какой-нибудь романтик дальше продолжается. Все девочки об этом мечтают на самом деле. Ухаживайте за цветущими деревьями и цветами. Если вам подарили цветы, искренне порадуйтесь. Скажите, какие они красивые, спасибо, какой ты молодец, я так давно этого хотела. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Венеры. Это чувствительность, утонченность, любовь без привязанности, контроль речи, мягкая теплая речь, скромность и застенчивость, нежная харизма, обаяние, доброта, умение прощать, умение создавать особую атмосферу. И мне очень понравилось, как Кирс Абреков сказал про цветы, что когда даришь живые цветы, это на самом деле тема непривязанности. Ты подарил, приятно. И через какое-то время, да, они уже завяли, но нет привязанности к этому. Их просто кладешь на землю и дальше начинается новый цикл жизни. Они не стоят, они не пылятся, они не дают какое-то неприятное воспоминание. Венера находится в 45.3, применять свою стратегию без явной поддержки или общего согласия. Ну, достаточно своеобразная. При этом у нас восьмые лунные сутки. Символы этого дня феникс, павлин и ларец с сокровищами. Это время нейтрализации кармы. Дополняя всю энергию дня, можно сказать, что мужчина может извиниться, подарив цветы. Опять же, карма – это закон причины и следствия, последствия и спущенных энергий от человека. Трансформировать негативную энергию в этот день будет гораздо проще, если осознать причины всех последствий. Воспоминания с целью анализа и очищения прошлого. Очищение на духовном и телесном уровне. Рекомендуется сделать себе разгрузочный день. Очищать жилище и собственный организм. Очищаться водой, принимать душ, делать омновения. День богат неожиданными событиями. В мистическом плане это биохимическая трансформация на уровне тела. Алхимия, покаяние и даже очищение огнем будут очень благоприятны. Это время работы над собой на всех уровнях. Шанс начать все заново, с чистого листа. Нерешенные проблемы и реализация ранее задуманного потребуют большего количества времени, чем было запланировано. Поэтому не старайтесь рассчитывать только на себя. Просите помощи. В отношениях просите прощения за все нанесенные ранее обиды. Поделитесь своими переживаниями. Расскажите, когда вам хорошо, а когда плохо. Такие разговоры могут пойти на пользу и обновят ваши отношения. А вот от сексуальной активности сегодня лучше отказаться. Уделив время теории, а не практике. От амбиций в работе тоже лучше отказаться. Но держите ухо востро, потому что отношения в коллективе могут измениться. Формируется новый виток развития событий, и нужно уметь подстраиваться под обстоятельства. Возможны форс-мажоры и непредвиденные события. Но феникс – это птица, которая всегда возрождается из пепла, обновленным и чистым. Может прийти соблазн уйти от ответственности. Не стоит в этот день злиться, потому что можно уйти с головой, свой гнев и самому сгореть. В вашу жизнь приходит то, чего вы давно ждали. Проживите этот день с чистыми мыслями и в белом платье. Не берите за новые дела. И можно сделать практику на восьмой лунный день. Луна при этом находится в созвездии Ашлеша, которая благоприятна для кратковременных действий, занятий йогой, медитацией, работой со своим сознанием, жидкостями, для успокоения любыми способами стоять на гвоздях, работать с водой. Также благоприятна деятельность, которая требует соблюдения строгих правил, работа с ядами или ведения судебных процессов. Считается неблагоприятной для того, чтобы занимать деньги или предоставлять соду. Дает сильную интуицию, восприятие, мудрость, хитрость и сексуальную энергию. Но сегодня лучше отказаться от этого и перевести это в трансформацию на высокие уровни. Верьте своей интуиции в этом день и будьте внимательны. Особенно не переедайте. И настрой на день. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободны, но уравновешены. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас легкости, романтики и спокойствия. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До завтра!